Вы вернулись? С какими вестями? Так, я нашла урну. Нашли? Это же замечательно! Идёмте же скорее к ОМОНу, проверим урну в действии. Идём. Пошлите лечить ОМОНа. А, лечит его Мак с помощью фрака. Где я? Успокойся, брат. Ты долгое время был тяжело болен. Ты ничего не помнишь? Теган, что ты здесь делаешь? И где Изольда? Я здесь, муж мой. А Конор? Где мой наследник? Где наш сын? Он жив. Но множество людей погибло. Я должна многое тебе рассказать, муж мой. Мёртв? Так значит, это был не сон. Многое случилось, брат, с тех пор, как ты заболел. Кое-что из этого тебе будет нелегко узнать. Тогда рассказывайте. Я хочу знать всё. Ну, он сначала тяжело воспримет, а потом будет спрашивать нашего совета. Больно слышать всё это. Многое ещё предстоит сделать, это правда. Но прежде всего, я хочу поблагодарить тех, кто столько сделал для нас. Серый Страж, ты не только спасла меня, но и уберегла мою семью. Я у тебя в долгу. Позволишь ли предложить тебе награду за услуги? Награды, если тебе так хочется, я не стану возражать. Так, а мне нужна твоя помощь в борьбе с Мором. Это достаточно. Ну, в общем-то, да. Какую нам награду может дать? Мне кажется, если мы так у него попросим помощи, ещё в будущем он нам поможет. А так, пока всё. Нам нужна помощь в борьбе с Мором. Я понимаю, но каковы бы ни были твои побуждения, я считаю, что ты достойна награды. Я ведь только хочу отметить твои труды, не более. Ну, смотрите, этого человека спасли, его семью уберегли. Это просто, как бы, чудо. Как бы, мы-то это не ощущаем. Но когда такие вещи происходят в жизни, когда человек на лосок от смерти, когда какие-то такие невероятные вещи происходят, кто-то молится, кто-то не молится, кто-то просто надеется на чудо. И вот оно происходит. Этот человек хочет отблагодарить другого, чувство благодарности искренне. Поэтому, как бы, если бы и я была на его месте, я бы хотела, наверное, тоже отблагодарить человека. Он хочет этого, поэтому мы с ним согласимся. Ладно, как ты желаешь. Тогда позволь мне объявить тебя и твоих спутников героями Рэдклифа. Вы всегда будете желанными гостями в этих стенах. А тебе, Страж, я даю щит, такой же, какие вручаются лучшим нашим рыцарям. Так, благодарю вашу милость. Думаю, этого будет достаточно. Поговорим о Лагейне, брат. Неизвестно еще, что он сделает, когда узнает, что ты выздоровел. Лагейн сеет смуту, не думая о том, что порождение тьмы уже у нас на пороге. Я давно его знаю. И он всегда казался мне благоразумным человеком, не из тех, кто стремится к власти любой ценой. Эамон, я сам слышал, как он заявил, что теперь трон принадлежит ему. Поверь, чистолюбие довело его до безумия. Он и вправду безумен. Разве это не безумие, убить Кайлона, пытаться убить меня и разорить мои владения? Однако, чтобы не произошло с Лагейном, его надо остановить. Но хуже всего то, что сейчас мы не можем позволить себе настоящую войну с ним. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. Но вы можете объединить знать для борьбы с Лагейном. Да. А я с нетерпением ждала встречи с ним на поле боя. Нужно все об дома делать, а не так, конечно. Одной миссии недостаточно, когда с таким серьезным врагом вступаешь в бой. И даже если человек обманом получил трон или власть, то он сможет также обманом на свою сторону таких же сторонников переманить те же солдаты, которые были под его руководством. Даже если они считают, что он не прав, они могут его до последнего защищать, поэтому нужно обдуматься. Тогда что вы предлагаете? Но вы можете объединить знать для борьбы с Лагейном. Да, я могу объединить тех, кто противостоит Лагейну. Однако не все с ним враждуют. У него есть весьма могущественные союзники. У нас нет времени разворачивать против него военную кампанию. Кому-то придется уступить, если мы хотим, чтобы Фералден устоял под напором порождения тьмы. Ну, как только все узнают о его поступках, я тоже так думала. Но очень нужно правильный вариант ответа выбирать, чтобы как можно больше союзников склонить на свою сторону. У меня это не получилось, и мне пришлось сражаться. Либо там было 50 на 50, либо меньше за меня было. И я не уверена, что я... Я просто не помню, какие я варианты ответа выбирала. И, возможно, опять ошибусь и отвечу не то, что нужно. Как бы я отвечала то, что чувствую, да? Но есть там те варианты, которые могут именно вам обеспечить больше союзников на вашей стороне. Я не помню, какие там варианты. Это я уже когда проходила, а рейтинг потом читала, что нужно сделать, чтобы больше союзников было за вас. Сейчас я уже не помню. Поэтому, даже если там узнают про него, и то, что у него дочь нас подставит, когда я решила с ней выключить союз, поверовать ей, да, дурочка. Им будет пофигу, они будут золовейны. Каждый ищет свою выгоду, либо каждый ищет какие-то, преследует свои цели в правлении того или иного человека. Не всегда люди выберут справедливого и хорошего короля. Как мы наблюдали в Арзамаре, да? Кто-то выбирал короля, потому что он позволял им с более удобными условиями торговли. Сам это выгодно, да? Либо, не знаю, из каст кузнецов или шахтеров. Все зависит от того, чего человек хочет от того, что предлагает правитель будущий. И не все люди уж такие благородные, даже если их не устраивает то, в каком государстве они живут и как управлять людьми. Поэтому, ходят, я старалась напрасно. Тогда Ладен должен сдаться. Вообще, я не знаю, какой вариант выбрать. Вовсе нет. Логейн повинен в гнусных злодеяниях. И я сделаю все, чтобы он заплатил за это. Но наши силы следует приберечь для битвы с порождением тьмы, а не для междоусобиц. Я распространю вести о предательствах Логейна. Обо всем, что он сделал и с королем, и со мной. Однако, это будут обвинения без доказательств. Этот ход на время остановит союзников Логейна. Мы должны найти претендента на трон, у которого больше прав, чем у королевы дочери Логейна. Брат, ты имеешь в виду Алистера? Ты уверен? Я не стал бы такое предлагать, если бы у нас был выбор. Однако же, произошло немыслимое. Я совсем забыла, да, действительно. Лучшего варианта у нас нет. Алистер был сыном Мерика. Хоть и мать у него там простая крестьянка. Из Алистера выйдет ужасный король. Кстати, из Алистера выйдет очень хороший король. Он смелый, благородный, сострадательный, разумный. Иногда его юмор заносит фильм знает куда, но куда без юмора это тоже хорошо. Единственное, что он мало повидал в жизни, и ему нужен наставник, который сможет ему подсказывать первое время. Если вы собираетесь делать Алистера королем, по-моему, отличная мысль. Тебе придется подумать о народе. Если бы не ты, мне пришлось бы ради блага Ферролдена поддержать Логейна. Скажи, ты этого хочешь? Я... но я... Нет, милорд. Я вижу только один путь. Я созываю в Ден-Ириме собрание земель, на которые соберется вся знать Ферролдена. И тогда Ферролден так или иначе сам решит, кто будет править. После этого мы займемся подлинным нашим врагом. Что ты скажешь на это, друг мой? Мне очень нужно твое одобрение. Я еще не решила, кстати, кто будет сражаться. Серый Страж или Алистер с Логейном? Гарминан. Такому человеку, как Алистер, самому хотелось бы защищать свою честь. Ну что ж, приступим к исполнению вашего плана. А что Логейну просто мешает просто напасть на Рэдклиф? А почему ты думаешь, он отравил меня? Он хотел избавиться от меня без прямого противостояния. Если я созову собрание земель, то то, что он отказался от переговоров и нанес удар по Рэдклифу, лишь подкрепит наше обвинение. Я уверен, он предпочел бы, чтобы я умер от яда. Не вмешайся, демон, так и случилось бы. Ладно, мы согласны, что он не хотел огласки. Так, вы считаете, у нас получится собрание земель? Смотря как дело пойдет. Если мы не сумеем собрать достаточно голосов за Алистера, нам надо хотя бы помешать Логейну получить большинство. Значит ли это, что Логейн может победить? Полководец, который убил своего короля, который обезумел от жажды власти. Возможно, мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Да, но не все в это поверят. Как бы этот слух уже ходит среди солдат. Не все верят всем. Некоторым пофигу даже. Тот, кто верит, что Серый Стражин не предатель на самом деле. Лучше ли просто убить Логейна? Что с порождением тьмы? Ферал Дэн должен объединиться в борьбе с силами тьмы. Страна, охваченная раздорами, не устоит против Мора. Даже если мы выстроим мою армию и силы, которые нам удастся собрать по вашим договорам. Так, убить Логейна. Если мы просто убьем Логейна, есть те, кто его поддерживает. И также им у него останутся солдаты. Тоже захотят, возможно, отомсить из-за своего полководца. Похоже, у нас почти нет выбора. Хорошо. Я разошил вести. Однако, прежде чем продолжать, надо решить вопрос с этим магом, наставником моего сына. Я так понимаю, он все еще жив. Да, жив. Он сейчас в темнице, брат. Теган, прикажи его привезти. Сейчас будет просить нашего совета убить его или нет. Ты можешь не обсуждать твои деяния. Ты пытался убить меня, и тем вызвал череду событий, которые едва не уничтожили дело всей моей жизни. Что ты можешь сказать в свою защиту? Ничего, Милард. Только... Мне очень жаль, что так вышло. Я не жду милосердия за свои грехи. Понятно. Серый Страж, у тебя есть что сказать касательно Йована? Первый раз я предоставила решить Эрлу Амону его учесть. Он его не пощадил. Он его приговорил к смерти. Я записывала историю мага Эссы и поверила ему, что он не маг крови. Оказалось, что когда его застукали, что он хотел украсть этот томолец крови, избежать вместе с сестрой из круга магов, он воспользовался этой магией. Он кажется таким милым, невинным, но все-таки он маг крови. И если мы его отпустим и пощадим, несмотря на то, что он помогал, потому что его словили, и он не мог отсюда сбежать. Опять же, такие люди могут снова сделать случайно что-то. Скажут, ой, а потом нам придется расхлебывать, что они заварили. Но тут немножко другая фишка. У его сына есть магический дар. Жена от него это скрыла, потому что его бы отправили в круг магов. Она хотела научить сына управлять своими магическими способностями, чтобы тот не мог негребить. Чего все наоборот. И тут непонятно, в общем-то, чья вина. Это вина в том, что Йован не смог проконтролировать, как мальчик распоряжался своими способностями. Или это мальчик втихаря что-то наколдовал, и потом не свалили все на Йована. То есть, плохая ситуация. Здесь получается, что виноваты трое. Виновата жена, виноват сын, виноват Йован. Сына, конечно, он не захочет своего казнить, потому что это его родная кровь. Жену тем более, в ней души нечает в этой женщине. Поэтому у меня вариант его пощадить. Пощадим. Но вряд ли он, конечно, сюда вернется, будет еще травить. Если только его кто-то не пригрозит, и опять не захочет, чтобы он кого-то отправил в запасном деньге. Но уже как бы ему пригрозят, и пригрозят убить его. Возможно, первый раз тоже самое было. То есть непонятно. Он сразился с демоном в тени и спас жизнь Коннору. Давайте пощадим его в этот раз. Я подумала, что просто виноваты трое. Мальчишка мог сам втихаря колдовать, когда он должен отдыхать, спать. А в это время он практиковал магию без надсмотра этого Йована. Он его хотел отравить, но я уже вам объяснила, тут виноваты трое. Он помогал нам добровольно, пусть у него и не было особого выбора. Но, коли так, заслуживает ли он снисхождения, тогда больше и говорить не о чем. Йован, я проговорю у тебя к смерти. Быть может, хоть создатель будет... Я хотела его же пощадить. Я не тот вариант выбрала. Блин, а я хотел, чтобы его пощадили. Боюсь, когда начнется собрание земель, у тебя уже не будет такой возможности. Не хотелось бы давать Логейну время собраться с силами, но решать тебе. Я не хочу ехать в Донорим без тебя. Дайте мне немного времени. Вести разойдутся не сразу, а я могу использовать эту передышку, чтобы снарядить армию. Скажи мне, когда ты соберешься выступать, а до тех пор все в Рэдклифе к твоим услугам. Хорошо. У нас уровень повышен. Нас ждет Эрлэма, когда мы сообщим ему о том, что готовы отправиться в Донорим и собирать совет. Собрание земель называется. Что называется собрание земель. Вот. Но перед этим я хотела поговорить с Алистаром. Я думала в лагерь зайти. Он наверняка хочет нам по этому поводу что-то сказать. Можем, конечно, поговорить здесь. В присутствии всех, но они говорят обычно как-то народные. А мы можем ее прокачать, да? Персонаж чувствует присутствие рядом любых существ, независимо от уровня, а также получает бонус к физическому источнику и источнику к силе природы. Давайте проверим. Будем с нами разговаривать. Тебе что-нибудь нужно, радость моя? Спросить. Спрашивай. Так, а ты можешь обучать других тому, что умеют храмовники? Я уже выбрала без специализации, мне не нужно. Почему же ты остался храмовником, если ненавидишь церковь? А мы у нее спрашивали, почему он скрывал правду о своем рождении. По-моему, да. Может быть у нас будет диалог какой-нибудь? Дайте-ка я смотрю. Нам нужно выйти из замка, тогда мы сможем отправиться в лагерь. Так он с нами говорить не хочет. Так вот, где-нибудь здесь. Так вот, здесь. Нет, забыл сделать так вот. На память-то. Так, здесь у нас... Он не значит. Здесь у нас как-то... Чтобы навести порядок в замке, понадобится год. Если вообще будет такая возможность. Конечно. А мы отсюда пришли. Так, это второй этаж. Вот внутренний двор. Вот он. Заблудилась. И теперь мы можем отправиться в год. Так вот, у нас тренируются солдаты. Веном. Ребятам тяжело спать на поверхности. Все жалуются на кошмары. Им сниться, что они проваливаются в небо. Это пострашнее, чем порождение тьмы. Не знаю. Но это равносильно, что... Проснуться и... Представьте, что вы спите на потолке, да? Крех ногами. Что вы почувствуете? Наверное, то же самое чувствуют гномы. На поверхности. О, лови. Что говоришь-то? Ничего. А мы с Шелой погружились, нет? Нет, нет, нет. Что-то нам нужно, где что-то начали, я поднялась. Искать. Что-то нужно нам, о чем не знаем. Ставятся вещицы, которые мы собрали. К тому же, я дам тебе скидку. Робинный подарок. Сахарный торт. Палка-пакошница. Нить бабочки. Ароматные муны. Защитный конус. Оно лет воспоминаний. Простые узоры. По внешней кромке медалью. Мастерами все стали гладкими. А стекло, как велосемные патины, я хотела камень-питомец подарить Шеле. Так. Давайте попробуем. Что-то мне не хочется с нами дружиться никак. Сейчас я все это барахло подарю ей. Тебе камень-питомец. О, камень-питомец. О, какая прелесть. Видите имя? Точно, это тот подарок, который улучшает с ней отношения. Хорошо, что я его ей подарила. Герберт. Все, теперь у нас с ней другие отношения. Ну и барахло забирает. Ужасная идея. Нет? Не хочешь? Сахарный торт она не ест. Продуманные подарки. Ну ладно, как с тобой. Кому там чего-нибудь. Так. Что же здесь? С кем у нас отношения-то? Продуманные подарки. Как любезно. Отлично. Амолед воспоминаний. Кому еще нужно? А, ему нужно сахарный торт, короче. Да, вполне пойдет. Так. Ужасная фантажа. Держи. Никто не хочет эту зерону от меня принимать. Не фиг с вами. О, Шейла. С нами теперь дружит. Шейла, поговорим. В свое время я много наблюдала за людьми. И хочу, чтобы оно узнало мое мнение. Оно не похоже на них. Здорово. Спасибо, Шейла. Оно наверняка происходит из какого-то высшего рода. От существа из смертной плоти, которая решила избавить свое потомство от недостатков, присущих его расе. Ну, она, конечно, принадлежит знатной семье, но это ничего не делает, она просто сама по себе, видимо, хороший человек. Мой отец был терном хайвера. Во всех этих речах есть какой-то двусмысленный комплимент. Мне нравится, к чему ты ведешь, что сама когда-то была существована в против крови. Она, по-моему, даже обрадовалась этому. Если б оно сохранило мои речи в тайне, людям могут прийти в голову опасные идеи. Они могут решить, что их раса не так уж и безнадежна. Мы бы этого не хотели. Ого, я никому об этом не скажу. Спасибо за доверие. Ладно, забудем. Я возвращаюсь в Рэдклиф. Напоследок можем с Алистером пообниматься. Алистер? Тебе что-нибудь нужно, радость моя? Король мой. Пойдем в более тихое место. Перед сражением-то. Можно будет записать, как Алистер теряет свое возлюбленное, но если мы этот сейф подним, то у нас не получится пробуждение. Вот именно так, просто. Она у нас не погибнет. Алистер теряет. Алистер второго моря в бармане. А слабее нам than нужную и належим. С Миллианом, кстати, всё замечательно получилось. Первый раз, когда я сражалась, я, по-моему, взяла Алистара, Морриган и... кого же я взяла? Шейлу, по-моему. Ну всё, у нас завершающее задание пошли, как раз собрание земель, потом нужно с подручной Логейна сразиться, и всё, Архив Демон нас ждёт. Наконец-таки. Наконец-таки я разберусь с одной игрой и смогу посвятить Доноринку инквизицию в большем времени. Как только будешь готова, мы выступаем в Донорин. Ну всё, выступаем в Донорин. Вступаем против Логейна. В Донорин. И сейчас будем сражаться с подручной Логейна. У неё такая немаленькая армия будет. А и дочери Логейна в этот раз верить не буду, потому что я знаю, что она ещё так подхалинка. Большое сердце Фералдена. Это был город короля Каленхада. Здесь появилась на свет Андрасты. Иметь его на своей стороне – большая удача. Если мы одолеем Логейна, вся страна пойдёт за нами. Созвав собрание земель, я нанёс первый удар. Инициатива сейчас на нашей стороне. Ему ничего не остаётся, кроме как выступить против нас. Он ударит в ответ. Вопрос заключается в том, как скоро… Логейн, какая честь, что регент нашёл время лично встретить меня. Как же мог я не встретить лично человека настолько важного, что он созвал в Денерим всех лордов Фералдена? Это когда нашей стране угрожает Мор. Теперь, когда Кайлан мёртв, у Фералдена должен быть король, который поведёт нас в битву с порождениями тьмы. У Фералдена уже есть могучий вождь, королева, а я командую её войсками. Ещё тут Хоу, который убил всех родных и любимых людей нашей героини главной. Я думаю, что больше её бесят и золит этот человек неприятный. Ведь на её руках практически погибли её родители. Сколько ей пришлось пережить, наверняка и до сих пор снятся кошмары из-за этого гада, потому что он намеренно его отставил. Помните, да, как он говорил, что его войско задерживается? Если вспомнить Астагар, нам, думаете, надо подыскать полководца получше. Если Фералденом правит Амором, пусть тогда говорит сама за себя. Трон принадлежит сыну Мерико. Мы можем включить сарказм и постебаться над нём. Но на самом деле более весомый ответ это второй. Если уж Анора королева, то ей нужно выбрать мужа, по идее. Отец тут уже ни при чём, он просто полководец при ней, при Фералдене. Так что пусть она говорит сама за себя. А, рекрут серых стражей. Я так и думал, что мы ещё встретимся. Сочувствую тому, что приключилось с вашим орденом. Твои собратья выбрали неподходящую минуту, чтобы выступить против Фералдена. Мне нужно сочувствие к дезертира и к короле-убийце. Я прибыла сюда, чтобы разоблачить твои преступления при Астагаре. Мы довольны, когда начнётся собрание земель. Прикуси-ка язык. Это мой город. И возводить поклёпы здесь небезопасно. Ни для кого. Рамон, ходят разговоры, что после болезни ты стал немощен. Некоторые опасаются, что тебе уже не по плечу быть советником Фералдена. Посланный тобой яд. Или тебя пугает, как это прозвучит на собрании? Не все здесь отрекаются от своих клятв так же легко, как ты. Долго же тебя не было при дворе, Эамон. Неужто ты не узнаёшь Рэндона Хоу, Эрла Амарантайна и Тейрна Хайвера? И нынешний Эрл Ганерима, так как и Уриен, к несчастью пал при Астагаре. Глаза разбегаются, верно? Ах ты гад. Давай наслаждайся моментом, скоро перестанешь улыбаться. Я требую права крови, этот человек убил моих родных. Многовато титулов для одного человека, когда начнётся собрание земель. Права крови. Я бы с ним сразилась один на один. Я, кстати, этот вариант не выбирала. Может быть, слишком эмоционально, да? Ну, как бы этот ответ тут не подразумевает втягивать Аладейну в это. Мы с ним отдельный спор ведём, а это относится лично к Хоу. Нет у тебя никаких прав, предатель. Твои родные потеряли все свои права, когда выступили против короля. А, вот значит как. Это пусть решает собрание земель, здесь по-прежнему принято повешать убийц. Ты либо очень храбрая, либо глупая, если смеешь угрожать Тейрну при свидетелях. Довольно, Котриен. Сейчас не время и не место. Я надеялся уговорить тебя сойти с этого опасного пути, Эамон. Народ в страхе, король мёртв, а на земли нашей наседает враг. Если мы хотим преодолеть этот кризис, мы должны быть едины. Твоя сестра, королева Гвендолин, неутомимо боролась на возрождение Фералдена. Неужели ты хочешь погубить её труды? Стремясь во что бы то ни стало усесться на трон, ты несёшь раскол нашей стране и ослабляешь нас перед Мором. Вообще-то в течение всего Мора, перед Мором, не знаю, столько уже было нападений на деревни, его охранники вообще не защищают Фералден. Так что он ослабляет вообще всё государство. Это ты, рассказывал Фералден, как можно противостоять Мору, если ты объявил вне закона серых стражей. Если ты и правда хочешь спасти эту землю, присоединись к нам, но мы не будем третий вариант выбирать. Блин, какие-то такие варианты. Он объявил нас. Получится, что мы жалуемся ему, что мы боимся его. Не буду третий вариант выбирать. Я не с тобой говорю. Я не могу простить того, что ты совершил, Логейн. Создатель тебя может и простить, а я нет. Наш народ достоин короля Тейринского рода. Алистер поведёт нас к победе над Мором. А, так это всё, что я должен сделать? Ничего себе. Император Орлея тоже думал, что мне его не одолеть. Его я не пощадил и тебя не помилую. Даже и не надейся. Ради своей родины я готов на всё. Ради своего титула и власти. И готов на всё. Что ж, это было захватывающе. Не ждал, что Логейн так скоро проявит себя. А, так, что мы теперь будем делать? Зачем он это делает? Понятно, зачем. Ты давно узнаешь Логейна, да какая разница? Хоу убил всех моих родных. Я не допущу, чтобы это сошло ему с рук. Я и не прошу, чтобы ты с этим смирилась. Только помни, что его защищает союз с Логейном. Мне всегда казалось, что он из породы тех людей, которые способны тайком пнуть бродячего пса. Никогда бы не подумал, что Логейн станет ему доверять. Но ведь мы только что прибыли. Тебе надо было бы отдохнуть после долгого пути. Как только устроишься и осмотришься, приходи в мою гостиную. Там мы сможем обсудить наши планы более подробно. Когда будешь готова поговорить о стратегии, поднимайся ко мне. Тогда подумаем, что говорить на собрании. Так, значит, нам нужно будет со всеми поговорить. Задание обновлено. Нужно объединить ФРЛД. Ты уже собрала свою армию. Скоро будет ссоры на собрание земель. Ты присоединилась к Эрлой ОМОНу в Домерине, чтобы принять участие в собрании. Так, да. Нам нужно будет поговорить с нашими напарниками. Вот они тут у нас пусят. Я вижу. Хорошо. Поведомерение еще что-то должно произойти. Такое весомое. Мы еще должны с кем-то сразиться. По-любому нас захотят убить. Так. Снегу говорить можно. Все здесь такое хрупкое. Это в высшей степени непрактично. Вижу ты все еще со мной, а у меня есть кое-какие вопросы. Ему больше нечем заняться? Ага. Да, пойдем. Ну, очень-то все. Я думала, есть разговор по поводу происходящего, а со мной здесь. Видимо, нет. Прошу прощения. Я должна вытереть пыль в гостиной Эрла. Игнесса. Слушайте, а мы здесь не знакомы. Мы с ней разговаривали, когда у нее еще родители были живы. Ты из Домерина? Нет, из Редклиффа. Леди Изольда прошлой весной привезла меня сюда, как своего колечка. А, это ее дочь. Впрочем, у меня есть утро дня. Прошу прощения, госпожа, но я не могу тут с вами стоять и ничего не делать. Экономка мне голову оторвет. Всего хорошего. Слушайте, это, по-моему, дочь, то и какие-то, с которыми мы разговаривали. Если я не ошибаюсь. Так, пока сюда идти рано. Где у нас наши напарники? Морреган. Это не искренне. По-моему, мы здесь отдыхаем, здесь Морреган. А, это не отдельные комнаты, да? Биллич. Буч. Буч у нас охраняет Морреган Стэн. Не такая прочная позиция, как хотелось бы, но сойдет. Чего желаешь, Кадан? Ну, как ты, так ты мне скажешь? Я хотела поговорить в кое-чем. Я этого ожидал. Вообще, во всем мы с ним разговаривали. Нету никаких диалогов новых. Все обсудили уже. Пусть мне еще один слуга предложит сменить одежды. Дом я подожгу. Что делать мне теперь? Хе-хе-хе. Так резко у меня плана изменилась. Нигде я не знаю. Мы здесь не одни. Так что нет нам уединения. Однако ж, твой вопрос. Да все. Так, и билеты с другой стороны у нас еще должны быть на парнике. Это еще тут одна комната. Так, у нас Эрл Эмон. Тут еще одна комната. Библиотека. Так, у нас Зевран. Знаешь, ко всему можно привыкнуть. В прошлый раз я жил в Денориме в такой грязной гостинице, что там даже у клопов были блохи. Хе-хе-хе-хе. Что говоришь-то? Ничего. Мы со всеми обо всем поговорили. Хе-хе-хе. Приятное разнообразие после ночевок в лесу, верно? Я могу тебе как-то помочь? Думаю, тебе надо идти. Что тебе известно об этом месте? Денорим – это главный город Ферилдена, да? Средоточие власти – жемчужина королевской короны. Это сердце Ферилдена. Неприступные стены, за которыми скрыто столько красот. Точь в точь, как вся страна и ее жители. Да-да-да. Так, это кто? Надеюсь, страж твоей покои пришлись тебе по вкусу. Если что-то будет не так, пожалуйста, дай мне знать. Эта книга рассказывается о Вольной Марке. Это не королевство и даже не страна в общепринятом смысле слова. Мало того, обитатели этих мест не любят, когда их огодно называют «морчанами». Скорее, это – содружество независимых городов, государств, которые объединяются лишь когда это необходимо. В этом смысле Вольная Марка напоминает Банну до появления короля Калинхада. По этой причине там нет столицы и некое подобие центрального правительства проявляется лишь иногда, и представляет собой аналог собрания земель, созывая лишь смутную временную. Я попал туда как раз на камень большого турнира, который проходил в Тонтервейле и действующие по районе. Я видел, как аварские горцы не меряются силой с арбузианскими конными рыцарями, как всадники Андерпелса покупают на дворских верховых камнях, как антиванские ремесленники продают свои товары магам Теректера. Кстати, это тоже Джанетивия описывает. Много где он путешествовал, был очень умный человек. и не фанатик. Очень светлый мне показался честный, добрый, открытый. Можно многому научиться у такого человека. Очень широко смотрит на мир. Славное поместье, верно? Что у тебя на уме? Никакого беспокойства. Ничего. Это все, кто там был. А Огром где? Огром у нас пыльнушки. Игроб бухает. Конечно, у меня минутка найдется. Он забыл. Ага, тогда ладно. А кстати, там есть че спросить такое. Конечно, у меня минутка найдется. Да, тебя узнать. Что именно узнать? Каково это быть воином в Арзамаре? Мне дают меч или топор и посылают защищать город. Это прекраснейшая вещь в мире. Если бы потом не надо было жить в этом самом городе. Что ты защищал? Понимаю, давай о чем-нибудь еще поговорим. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что тебя учат убивать, учат сдерживать себя при малейшем шорохе, а потом еще городят сверху сотню правил. Взять хотя бы испытания. Предки, мол, выказывают благоволение, даруя победу, да? А на кой тогда вся эта уйма правил про то, как драться? Победить – победи, а убивать – не-не. Мечи, в конце концов, предназначены для убийства. Ну, он же не хочет, чтобы его сравнивали с каким-нибудь убийцем или наемником обычным. Он же хотел защищать свой город от преступности. А он говорит, что меч предназначен для убийства. Да, он предназначен для убийства, но в разных целях. Это не снимает, как бы, с него ответственности, что он убийца, так же, как какой-то злой наемник. Но все-таки цели у них разные. И я на эту тему разговаривала и несколько серий рассуждала на эту тему. Одну серию практически полностью создала по этому поводу. Если вам интересно, можете посмотреть. По-моему, мы с Евраном как раз разговаривали. Он нам рассказывал во своем детстве, как он вообще стал этим антиванским вороном. Вообще, каким он неснисником был, есть и получает удовольствие, когда он саживает на меч жертву. Или когда она в сегодня момент понимает, что умрет. Короче, я уже говорила на эту тему. И да, наш серый страж-убийца, но и не другие цели. Лучше бы, чтобы не было войны в мире, но лучше защищать беззащитных, кто просит помощи от различных злодеев, кто думает, что если у него в руках меч, он ему не пользуется им. Он имеет право лишать жизни беззащитных, слабых и невинных. Вот такая наша позиция. Сражение без убийства – это умение естественного воина. То есть, как бы оглушить, да, но не убить. Обычно не так делают, если хотят потом допросить, если человек важен тоже в качестве заложника. Или третий вариант – если человек сотворил зло, предал, но при этом он как бы дорог до сих пор. Это из серии тех моментов, когда мы помогали Миранде. Она хотела убить своего друга, который он предал. Мне сказали, что она будет жалеть. Еще много таких моментов. Это когда Мориган предала мать, узнав Мориган про нее, что она использовала магию, какой-то ритуал сотворила, чтобы сохранить свою молодость. Она использовала жизнь и дочерей. Но мы тоже не смогли ее убить, несмотря на то, что она действительно подло и коварно поступила по отношению к Моригану. Ну вот, например, нам пришлось сразиться с той же Бранкой. Она его возлюбленная была, но она совсем объединила. И она подняла меч против нас. Мы ее убили. Мы могли ее связать, если бы попросил. В Огренце был такой вариант – посадили в темницу. Мне кажется, для Бранки лучше умереть в бои, чем сидеть в темнице. И Огрен был убит тоже против. Такая вот двоякая ситуация. Почему тебе не давали затопленное оружие? Погоди, применю я эту философию. Когда тебе по рождении тьмы будет ногу кладать. Ох, одно расстройство об этом думать. Может, еще о чем спросишь? Ладно. Ага, тогда ладно. Ни индустрию мы не то выбрали. Да не знала я, что там выбрать. Я просто подумала, что воин не всегда должен месить. Как месник резать. Свои жертвы иногда нужно с умом подойти, сделать подножку, оглушить. Вдруг понадобится вводить враг в качестве допроса или еще в качестве чего. Так что, много вариантов не могли ему ответить. Но там было только три. Спасибо. 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 Спасибо.